Всем привет! Мы находимся на стенде компании MusicMag, на выставке на MusicMess Moscow. И сегодня я вам буду рад представить замечательный прибор от компании Electron, Electron Octatrack. Что такое Electron Octatrack? Electron Octatrack – это восьмидорожечный сэмплер. Исходя из этого, у нас есть восемь дорожек, куда мы можем загружать какие-то сэмплы. Многие спрашивают, что это значит? Это значит, что всего восемь сэмплов можно использовать одновременно? На самом деле нет. Каждый из дорожек может работать с большим количеством сэмплов одновременно. И вы можете внутри одной дорожки... Дайте мне вам показать. Сейчас я раскрою фильтр. Запрограммировать... Запрограммировать какую-то барабанную линию, используя сразу же несколько сэмплов. Octatrack позволяет вам создавать композицию на лету. На самом деле это концепция всех инструментов компании Electron. Вы можете производить все операции, не останавливая секвенсор. Что касается, кстати, сэмплов. Они загружаются на карту памяти, считываются с карты памяти в реальном времени. Причем без какой-либо остановки секвенсора. Вы можете это делать прямо в реальном времени, во время своего выступления. Вам не нужно останавливать воспроизведение. Вы можете сразу же загружать сэмплы и создавать какие-то композиции. Что у нас здесь есть? У нас есть фирменный электроновский секвенсор. Шаговый секвенсор в каждом паттерне. Вы можете использовать до 64 шагов. Каждая дорожка может обладать своими настройками скорости воспроизведения, различными множителями. То есть одна дорожка может играть с одной скоростью, другая совершенно с другой. Это очень удобно для программирования. Давайте посмотрим, какие есть еще интересные функции. Например, одна из интересных функций инструментов электрон – это использование локов. Что такое локи? Параметров – это когда у вас на каждый шаг могут быть совершенно разнообразные настройки. Например, возьмем полностью пустой паттерн. Загрузим сюда бочку. Это просто, чтобы было понятно, как работают локи параметров. Допустим, есть у меня второй шаг. Я могу... И получить уже какой-то такой интересный груз. Использовать только одну бочку. Сюда могу загрузить уже на вторую дорожку, могу загрузить какой-нибудь, допустим, луп. У нас есть замечательный кроссфейдер. Кроссфейдер используется для работы со сценами. Что такое сцены? Это набор настроек для каждой дорожки. И перемещаясь между различными сценами, вы можете получить некий такой морфинг. Это очень здорово для живой работы. Например, мы можем назначить на сцену B изменение различных эффектов, на самом деле, любых параметров дорожек. И при передвижении кроссфейдера у нас изменится звучание. То есть произойдет какой-то морфинг. А можем сделать еще интереснее, что, например, здесь у нас... Изменится звучание вот как-то так. Как я и говорил, инструмент очень классный. Для живой работы вы можете заранее запрограммировать несколько паттернов. И, честно говоря, можно сыграть весь лайф, используя только один паттерн. Я подготовил некоторые паттерны дома. Хотя я мог бы это сделать, конечно, и могу это сделать прямо сейчас, с пустого, скажем так, места. Но здесь будет более понятно, что может вообще сделать этот прибор. Прибавлю я чуть-чуть. Поехали. Окей, поехали. Секунду. Окей, банк A. Поехали. Поехали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...